Ассаляму алейкум, дорогие телезрители! Вы смотрите передачу «По душам» и с вами вновь я, Альяту Легенова. В вашей жизни бывало такое, что иногда человек вам что-то говорит, и вам непонятно вообще, о чем он говорит, что он имел в виду, и как будто бы неинтересно. Оказывается, любая речь человека, если в ней нет эмоций, она становится как будто бы неживой. Особенно, когда речь заходит о вежливости. Мы иногда думаем, что вежливость — это просто вежливые слова, и не уделяем внимания эмоциям. Тема нашей сегодняшней передачи — это эмоциональная вежливость. Оставайтесь с нами. Эмоции, чувства и переживания, волнения, вдохновения и разочарования. И многие другие проявления нашей души заполняют нашу жизнь. Человек реагирует на внешние раздражители, различает впечатления, если они предполагают возможность общения. Говоря о вежливости, мы часто думаем, что речь идет только о словах, которые мы говорим людям в вежливой форме. Однако здесь очень важна эмоциональная окраска. Оказывается, та эмоция, которую мы вкладываем в наши слова, играет ключевую роль во взаимоотношении с людьми. Порой мы часто не замечаем, как мы относимся к членам нашей семьи, временами ругаем их или бываем невежливы с ними, особенно с детьми. При этом мы требуем от них стопроцентной вежливости с окружающими, с соседями, например, с родственниками, коллегами и так далее. Под вежливостью в данном случае понимаются не просто вежливые слова, но также и вежливый тон голоса, вежливое выражение лица и вежливые эмоции. Эмоции сами по себе очень важны в общении людей. Без них общение становится каким-то неживым. Наверняка в вашей жизни бывало такое, что человек вроде что-то говорит вам, и вы не понимаете, или не до конца слышите его, или вам просто-напросто неинтересно. Так вот, оказывается, когда человек эмоционально разговаривает, у него затрагиваются и активизируются специальные зоны мозга, которые делают эту вещь, эту информацию интересной. Сами же эмоции играют ключевую роль в вежливости, так как наполняя слова смыслом, эмоции дарят жизнь и энергию любому состоянию, которое переживает человек. Термин эмоции употребляется для обозначения любых душевных переживаний. Эмоции человека отражают отношение личности к окружающей действительности и к самому себе. И так как эмоции затрагивают очень важные глубинные зоны в мозгу, они оказываются очень заразительными. То есть, если у вас приподнятое настроение, то вы сразу этим же и заражаете всех окружающих. И, соответственно, наоборот, если вы чувствуете себя неважно или упадок сил именно в эмоциональном плане, то человеку рядом с вами становится неинтересно. Проявляя вежливость по отношению к вашим родственникам, коллегам, друзьям, близким людям, в особенности вкладывая в эту вежливость ваши эмоции, такое поведение, оказывается, очень сильно закрепляется и становится нашей привычкой. А то иногда бывает так, что мы для посторонних людей, которые не являются членами нашей семьи, такие вежливые, такие улыбчивые, проявляем эмоциональную теплоту и так далее. И порой забываем проявлять эмоциональную вежливость к самым близким людям, к родителям, к детям, к супругам. Для того, чтобы вежливость была искренней и эмоциональной, нужно, оказывается, начинать с намерения. К примеру, для чего вы хотите быть вежливым с соседями? Для того, чтобы они подумали, «Ах, какие у меня соседи хорошие!» Или для того, чтобы был доволен Аллах? Где вы искренне желаете им блага? Или же по отношению к родственникам? Для чего нужно быть с ними вежливыми? Из-за того, что они сделали для нас что-то или потому, что искренне желаем им блага? Порой бывает так, что мы требуем что-то от наших детей или младших братьев и сестер, чтобы они вели себя среди родственников подобающим образом, так, как хотелось бы нам, взрослым. При этом забываем, как только что перед выходом накричали на них или проявили грубость в разговоре. У ребенка в таких ситуациях возникает в голове двойной стандарт, что на людях нужно делать одно, а наедине со своими родными можно все делать по-другому. И бывают у детей порой такие моменты, особенно в подростковом возрасте, когда им надоедают двойные стандарты, и они вспыльчиво могут высказаться, все бросить или выйти из комнаты. В то же самое время те же родственники как таковой вежливости не почувствуют, если в них не будут эмоции, если в ваших словах и действиях не будут задействованы чувства. Так устроен наш организм, нам всегда и при любых обстоятельствах нужно реагировать на все, что происходит извне. Поэтому перед тем, как проявить эмоциональную вежливость, нужно, оказывается, как следует настроиться. Нам порой кажется, да это же мой родной человек, он же меня поймет, ну зачем я буду с ним церемониться и так далее. Оказывается, ему, самому близкому человеку, очень важны ваши эмоции. Ваше эмоциональное отношение к нему это отражение вашей любви и хорошего отношения к нему. Для начала, если вы хотите, чтобы ваши дети проявляли эмоциональную вежливость, заранее, пока вы еще дома, понаблюдайте за ними, что они делают, чем они заняты. И представьте, что прямо сейчас наступил тот момент, когда вам необходимо проявить вежливость. Улыбчиво и вежливо, к примеру, пригласите своего ребенка попить чай, поговорите с ним мягко, без нравоучений. Весь ваш вид и интонация должны показать одобрение и расположение. Очень помогает, к примеру, представить, что перед вами сидит не ваш ребенок, а какой-нибудь важный начальник. Как бы мы перед ним себя вели? Ведь как ребенок будет показывать вовне то, что не имеет сам внутри себя? Как он проявит вежливость, если не видел эту вежливость по отношению к себе? Ну, откуда же взять эти все эмоции? Современный ритм жизни нам практически не позволяет это делать. То есть многие люди устают на работе, многие люди, которые особенно связаны с речью, они вообще приходят домой уставшими, и у них практически нет сил разговаривать. Откуда же им брать эти эмоции? Прежде всего нужно завершить все незаконченные дела и прочувствовать эмоции в связи с ними. Когда мы не завершаем какое-либо дело, то и эмоция, связанная с ним, застревает, не давая места и возможности новым эмоциям и впечатлениям. Следующее – это отдых. Здесь не только привычный для нас сон или отпуск, или валяние на диване с книжкой. Здесь еще и отдых от общения, от разговоров, от большого количества людей в своей жизни. Можно отключить телефон и не общаться в социальных сетях, побыть немного с собой, отдохнуть от других. Третье – это новый опыт. Попробуйте что-нибудь новое. Еду, стиль одежды, прическу, маршрут на работу, режим дня. Сделайте что-то, что вы давно планировали, но постоянно откладывали. Четвертое – новые знания. Особенно духовная пища, чтение духовной литературы, поклонение и приближение к Аллаху. Они дают спокойствие душе и сердцу, дают возможность по-новому взглянуть на себя и окружающих. Следующее – это общение с людьми, которые вас поддерживают или вдохновляют. Хорошие отношения наполняют вас новыми идеями, вселяют вас в веру в себя и в свои силы, помогают реализовать свои цели. Шестое – это природа и спорт. Прогулка по лесу или в горах по своей энергетической полезности сопоставима с несколькими часами сна. Отсутствие четких геометрических форм, неправильные очертания ветвей и листьев, неровные лесные дороги заставляют наш мозг работать в другом режиме, дают возможность отдохнуть нашему рациональному мышлению. Седьмое – освобождение физического пространства. Избавиться или раздать старые вещи, провести так называемую ревизию в шкафах и ящиках письменного стола, например. Избавиться от мелкого мусора или переставить мебель. Проверить, насколько вы эмоционально вежливы, очень просто. Представьте, что человек, с которым вы разговариваете, вы видите его в первый раз. Обычно, когда мы видим человека впервые, то мы проявляем максимальную эмоциональную вежливость и в интонации, и в жестах, и в мимике. У нас возникает такая эмоциональная теплота и принятие. Эмоции, оказывается, обладают энергией. То есть, когда мы эмоционально общаемся и подпитываем любые слова положительными эмоциями, мы эти слова заряжаем этими эмоциональными сигналами, которые достигают другого человека. И от этого зависит успешность сделки, например, или успешный разговор, успешная учеба, лекция и так далее. Если для жизни цветов необходима вода, а для теплоты нужно солнце, то для любой речи и особенно для вежливости нужна эмоциональность. Если в своей речи вы проявляете эмоциональность, то вы сокращаете путь к сердцу человека и устанавливаете с ним надёжный контакт. А с вами была передача «По душам». До новых встреч! Ассаляму алейкум! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова